Сегодня в Чите обсудили итоги работы отрасли связи на территории региона. В докладах прозвучало, что население Забайкалья выбирает современные технологии и отказывается от примет прошлого. К примеру, стационарные домашние телефоны уже почти никому не нужны. Даже пенсионеры охотнее пользуются мобильной связью. Интернет тоже приходит в село. Более того, он становится скоростным. К примеру, с участием интернет-провайдеров в этом году удалось без сбоев провести процедуру выборов президента. Пригодилась всемирная сеть и во время сдачи ЕГЭ школьниками. А вот цифровое ТВ набирает свои обороты пока не так быстро. Сейчас им охвачено лишь 32% населения региона. Сотовую связь в крае обеспечивают Мегафон, МТС, Билайн и Йота. Они начали выходить далеко за пределы Читы только в этом году. Фактически такой программы еще нет. Мы над ней только работаем. Сейчас проходят процедуры согласования с Министерством связи массовых коммуникаций Российской Федерации. Но проекты, которые были реализованы, те населенные пункты, которые были подключены, они уже были подключены в этом году, в 2018-м. То есть в 2017 году велась только проработка. Несмотря на отсутствие специальной программы, впервые за долгие годы поставлена конкретная дата завершения обеспечения сотовой связью отдаленных районов. Приграничные районы и, естественно, у нас это север. То есть все тоже очень трудодоступные. Мы надеялись, что мы сможем реализовать данный проект за три года. То есть 18, 19, 20. В 2018 году у нас получается пока только точечные объекты. К услугам связи относятся и почта. В Забайкальском крае работают более 420 отделений и 10 почтамтов. За 2017 год они доставили адресатам 800 тысяч посылок и почти 300 тысяч писем. Это значит, что пока эпистолярный жанр забайкальцы не готовы сделать историей. Дарья Юринская, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.